В октябре сегодня простили с 40-летней женщиной, которая погибла во время загородного отдыха. Ее и еще шесть человек протаранил снегоход, которым управлял 15-летний школьник. А в соседнем Уральске также на горке тяжелейшие травмы получила 17-летняя девушка. Она тоже проводила выходные на базе отдыха и в итоге оказалась в реанимации. Что это? Халатность предпринимателей или неосторожность посетителей? Разбирались наши корреспонденты. Эти шокирующие кадры уже несколько дней пересматривает вся страна. На высокой скорости снегоход влетает в толпу отдыхающих. Это произошло в субботу на одной из популярных баз отдыха. Оказывается, за рулем был 15-летний школьник. В полиции полагают, двестиклассник мог перепутать педали и вместо тормоза нажать на газ. Утверждают, что у подростка не было опыта вождения и вообще, оказывается, он взял снегоход без разрешения. 28 января текущего года в 15-30 часов на территории базы отдыха несовершеннолетний 2007 года рождения, управляя снегоходом, допустил наезд на группу лиц, находящихся вблизи оборудованной снежной горки. Установлено, что снегоход принадлежит родственнику мальчика, управляющим данным снегоходом. В результате ЧП на месте скончалась 40-летняя женщина. Ее полуторагодовалый ребенок сейчас в больнице. Туда же доставили еще четверых детей и 49-летнего мужчину. У всех тяжелые травмы. Четверо детей находятся в больнице. Трое из них находятся в травматологическом отделении с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, ушибы мягких тканей. Один ребенок находится в реанимационном отделении. Ей 16 лет с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб легкого, закрытый перелом правого бедра без смещения. По факту наезда завели дело. Статья нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека. Но в полиции говорят, возможно, дело переквалифицируют, поскольку ЧП произошло не на проезжей части. Какое наказание ждет школьника, пока тоже не ясно, ведь он несовершеннолетний. При этом уточняю, что для управления снегоходом нужны водительские права, а их у подростка нет. Предстоит еще выяснить и степень вины владельцев базы отдыха. Несмотря на ЧП, все продолжает работать в штатном режиме, но встречаться с журналистами там не захотели. Сегодня уже ничего не напоминает о трагедии. Естественно, за выходные руководство базы отдыха привело территорию в порядок. Тем не менее, если приглядеться, на земле еще можно найти некоторые обломки снегохода. А вот уральские предприниматели оказались более разговорчивы. Там тоже на базе отдыха произошло ЧП. 17-летнюю девушку зажала буксировочным тросом на канатной дорожке. Добравшись до верха горки, девушка решила не стоять в очереди на спуск. Зашла за ограждение, чтобы обогнуть людей. В этот момент ее зацепило тросом и придавило к барабану. В итоге сотрясение, переломы ребер, разрывы печени. Когда привезли, у нее шоковое состояние. Троето классифицируется как травматический шок в Тарасибине. Сейчас ее подняли в отделение. Состояние сейчас стабильно, тяжелое. Но нормально, она сама разговаривает, сознание полностью. В полиции возбудили дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Но на базе отдыха считают, что вина на самой девушке. Считают, что она нарушила технику безопасности и проигнорировала предупреждение о том, что нельзя заходить за ограждением. Мы немедленно отреагировали, остановили горку, позвали скорую. Сейчас наблюдаем за ее состоянием. Мы неоднократно повторяем людям и говорим, предупреждаем. Но все равно люди хотят быстрее спускаться просто. Из-за этого они торопятся, обгоняют людей. Жители же уверены, что все базы отдыха необходимо срочно проверить. Но со стороны чиновников такой инициативы пока не поступало. Вероятно, после ЧП эти объекты все-таки возьмут под контроль. Динара Уркумбаева, Ирина Морозова, Андрей Сембирев, КТК.